14 июля, в самую макушку лета, отмечается День рыбака. В сельском поселении совхоз имени Ленина дата послужила поводом, чтобы устроить еще одно массовое мероприятие с участием не только местных жителей, но и всех желающих. На берегу поселкового пруда состоялся конкурс среди рыболовов-любителей. Рассказывает Татьяна Акимова. У других мужья, как люди, в воскресенье возлежат. Мой сидит у речки, уйдет разный рыбой окружен. Весело, с шутками и припаутками стартовали первые в истории поселения соревнования по летней рыбной ловле. Идея проведения такого конкурса витала в воздухе давно, но реализовали ее только нынешним летом. Когда видишь людей увлеченных, они занимаются рыбной ловлей, они хотят, они соревнуются друг перед другом, то, конечно, хочется сделать это каким-то очередным праздником или очередным каким-то сюрпризом. А вот для организаторов стало неожиданностью количество участников. Их зарегистрировалось 30. Пришлось даже отказать опоздавшим. Среди рыболов-любителей люди разного возраста. Разница в годах между самым юным и самым старшим участником 60 лет. Да, рыбалки, как и любви, все возрасты покорные. Егор вместе с другом отцом приехал на пруд еще часов в 6. Рыбачит он уже 6 лет, сам мастерил удочки. Есть даже свои секреты приготовления приманки. Берете обычную манную крупу, пшено и геркулес. Это все смешиваете и добавляете усилитель вкуса из магазина тути-фрути. Добавляете, получается запах, как у каши. Закидываете и очень хорошо клюет. Может, в это утро рыба страдала отсутствием аппетита, может, погода подвела, но Егору не удалось поймать ничего. Лидии повезло больше. За час три ротанчика. Она ловила на червя и совсем другим методом. Способ ловли бычков. Бычков так именно ловят. Остальные рыбы именно по плаву. Кто-то донки, кто-то по-разному ловит. На другом берегу водоема с удочкой мечтал об улове супруг Лидии. Дмитрий – рыбак с большим опытом. Я выезжаю на соревнования, но долгое время уже меня там не было. Поэтому сегодня здесь, надеюсь, победить. Но удача явно была не на стороне Дмитрия. Надеемся, что в следующий раз ему повезет больше. Хотя, по словам рыбаков, часто приходящих именно сюда, живности в пруду много. Здесь и раки водятся, и линь. Вот недавно, неделю назад поймал линя. Грамм на 300. На червя. Очень хорошо клюет. Для того, чтобы рыбалка стала удачной, надо учитывать много факторов. Здесь важны и правильно приготовленная приманка, и способ ловли. Имеет значение и место. Тут надо знать глубину. Надо знать погоду, надо знать давление. Час, а именно столько отводилось участникам, пролетел незаметно. Победители определялись по весу пойманы рыбы. Самым удачливым вручили ценные подарки. Отметили и представительниц прекрасного пола и юного рыбака. Расстроенным или огорченным не ушел никто. Летнее воскресное утро постепенно стало не менее прекрасным днём. Татьяна Акимова, Александр Ильин, Видное ТВ.